Я думаю, что у этого форума впереди большие перспективы, прежде всего потому, что он действительно сохраняет память, действительно собирает людей неравнодушно, что очень важно. Понятно, что пройдет еще 2-3 года, 5 лет, дай бог всем здоровья, 10, и ветеранов Второй мировой войны не будет. Это будут в лучшем случае их дети, в худшем случае их внуки. И чтобы сохранить такую эмоциональную память, потребуются значительные усилия, потому что хотим мы или не хотим, эмоциональная память тоже затухает. Хотя, скажем, акция «Бессмертный полк» вызывает эмоции семейные. Почему я сегодня сказал, что идеология будет уходить, а вот семейное начало будет увеличиваться. Я вовсе не хочу и не могу, и не имею права морального перед своим отцом, прежде всего, а не только перед своим начальством. Я не могу уравнять, как это делают сейчас западные историки, в том числе, в Эстонии, в других матерских странах уравнивают Сталина, в Европе, в СССР, нацистскую Германию. Это не право. Все было значительно сложнее, они не были равны. И, как бы мы ни относились к Сталину, а я отношусь к нему не слишком хорошо, скажем так, тем не менее, в идеологической модели Советского Союза не было того человека-ненавистничества, которое было в гитлеровской модели. Вот это очень важно понять, потому что в модели Советского государства была все-таки очень важная интернациональная основа, и это существенно в вашей степени. И потом еще одна вещь, там была идея справедливости, вне зависимости от национальной принадлежности. Там была выборка по социальному принадлежности, по классу, но по национальной принадлежности никогда этого не было. Поэтому я уверен, что, еще раз повторю, те люди, которые пытаются приравнять Советский Союз и гитлеровскую Германию, делают такую глубокую историческую просто ошибку. Они просто уходят от реальной правды истории, правды жизни. Что касается диалога, который идет, он будет идти безусловно, но я приведу всего два примера. На минувшей неделе, у меня сегодня об этом вышла статья в российской газете, на минувшей неделе было два очень важных таких семинара, конференции российско-литовских историков и российско-польских историков. А до этого проходят регулярные встречи российских и немецких историков, российских и украинских историков. Парадоксально. Я беру те страны, с которыми у нас много сложных вопросов, скажем так. А у нас с поляками даже была комиссия специальная по сложным вопросам, исторические. И мы пришли к следующему. В этом смысле такой гений Александр Ганович Чубарьян, бывший до недавнего времени директор института всеобщей истории Российской Академии наук, а сейчас он научный руководитель этого института, ну просто в силу возраста. Он сумел за последние годы издать несколько учебных пособий, я подчеркиваю, не совместных научных трудов, а именно учебных пособий. Это то, что рекомендовано в школах с немцами в 20-м веке, ни много ни мало, в том числе о войне, с украинцами. Есть история, написанная российскими и украинскими историками. Мы представляли сейчас учебник польский, правда, уже два издания было. История российско-польска в 19-м столетии и история российско-польска от 14-го до 18-го веков. Но поверьте мне, в этих историях не меньше проблем, чем в истории 20-го столетия. И, тем не менее, были изданы учебные пособия для педагогов, для учащихся в средних школах. Я думаю, что это очень важный момент, потому что одна из проблем, скажем, постсоветского пространства, она связана ведь не только с российско-прибалтийскими отношениями, российско-украинскими отношениями, она связана отношениями, скажем, даже к Узбекам, Казахам. У каждого народа пишет свою историю, это свое видение некоторых очень непростых позиций в историческом развитии нации. И вот умение историков разумных, историков, которые к этому готовы, настроены находить общие точки соприкосновения, я думаю, важно. Должен вам сказать, что к моменту Российской Литовской комиссии, например, где договорились, что очень важно написать историю Литвы, советского перехода. Не периода оккупации, как сейчас поляки говорят. Мы были второй раз оккупированы. Сейчас как бы все ищут слово, которым заменить это неприемлемое для русских историков, для российских историков, полякси. Потому что, когда небольшой угла фашистская, полякси была советская, это неправда. Было все по-другому. Все было иначе. Потому что такого расцвета национальной культуры в Польше не могло быть при Гитлере. Потому что поляков уничтожали. Там были, повторяю, мы знаем, социальные конфликты. Действительно, во времена Сталина были репрессии в Польше. Но когда пришел в власти Гаму, при том, что они жили в рамках такого социалистической конструкции, но в Польше расцветовала национальная кинематография, литература, театр и так далее. Потому что когда пришел Герак в власти, то стало совсем пошире, эстетических никаких не было давлений со стороны Москвы. Повторю, все было значительно сложнее. Немцы оккупировали на истребление. И вот здесь, на Брянской земле, то же самое. Они оккупировали на истребление. Когда пришли советские солдаты, это было все чуть по-другому. Такого расцвета украинской литературы, поверьте мне, как были в советские годы, я не думаю, что нынешняя украинская литература по качеству достигнет тех высот так скоро. Дай Богу здоровья, я очень люблю украинскую литературу с корнями своими всеми, с Украины. Но мы будем просто объективны. И вот этот баланс, который всегда удержался во время советской власти между украинским и украинским книгом, и украинским русским книгом, и когда русские книги не должны были быть в большем количестве, чем на украинском языке, это все была такая аптекарская история. Поэтому я считаю, что если разумные будут подходы, а я сейчас недавно совершенно приезжал в Москву президент Латышской академии наук, который сам очень ориентированный на то, чтобы найти какие-то общие точки соприкосновения, не только в планетарных, но и в естественных науках тоже, я думаю, что и с эстонским коллегами этот диалог возможен абсолютно, потому что, ну да, мы живем сегодня в разных, как так принято говорить, дискурсах, в разных контекстах, в разном понимании чего-то. Мы живем просто в разных блоковоустроенных странах, вычленных Евросоюзов, НАТО и так далее. Это не отменяет здравого смысла. Вот я бы так сказал. Это не отменяет здравого смысла. Знаете, я никогда не забуду, как эстонцы смотрели спектакль, который когда-то поставил, ну когда-то это было, середина 80-х годов, когда-то Миквер поставил граммы эстонской «Цвета облаков». О том, как эстонцы, встречая красноарды, отделились пополам, одни уезжали в Швецию, пытались, другие оставались на родине, принимая любой вариант развития событий, они хотели быть народами. Я помню, как смотрел этот эстонский зал, когда я не видел, Господи, никогда, чтобы у людей было, чтобы люди были так напряжены, как бы чуть не плакали, там мужчины плакали в зале, понимаете? Поэтому история, она такая сложная очень вещь. И я полагаю, что при здравомыслии и при понимании того, что мы никогда не денемся друг от друга, и при понимании того, что другой глупости нет, и при понимании того, что, знаете, можно же объявить латышских старюков, что они вообще сделаны революцию в России. Это такая типичная экспорт-революция. Но мы же на это глупо. К сожалению, все очень сложно. Вы понимаете, лучше, если мы хотим реального будущего, мы должны понимать реальное прошлое. Никакого светлого прошлого нет. И думать о том, что история, политика, опрокинутая в прошлое, как говорил Михаил Николаевич Покровский, о докладе общественной науки в СССР за минувшие 10 лет был сделан 22-го или 23-го марта 1928 года. История не политика, опрокинутая в прошлое, поверьте мне. Поэтому, если мы хотим быть реалистами, то я уверен, мы найдем общие точки схода. И в этом смысле я уверен. Ну, поймите, для меня Эстония часть жизни моей. Хоть я родился в Киргизии, отец мой и мать с Украиной, вырос я и прожил всю жизнь в Москве 70 лет, но Эстония часть моей жизни, как, надо сказать, и ряд других стран. Потому что, а то, что делал в свое время Карел Эрд, то, что делал в свое время Эльдам Арпанса, с которым мы дружили, то, что делал Томин, то, что делал Хермакилова, то, что делал Матионт. Я могу перечислять моим ближайшим другом, покойным, к счастью, не дожившим до всего этого кошмара. Был Мик Микки, который мы еще один раз сошли. Вот просто мой ближайший. Вот у меня было два друга, они, как бы, оказалось, что... Знаете, так бывает, грех так говорить. Я страдал, когда они умерли. Но когда умер Мик, и когда умер Богдан с тупками, я был счастлив, что Богдан не дожил вот того, что произошло сейчас, понимаете? Хотя для меня, вот так сказать, ну, вот как будто я потерял руку, ногу, чего хотят, часть сердца. Как и Мик, понимаете? Вот это, это все, к сожалению, никуда не денется. Другой вопрос, для молодых людей, это вообще ничего нет. Эмоционально нет связи, но прагматически они должны понимать, что рядом большая сторона, больше ничего. И, кстати, сказать, я когда разговаривал с вашим министром образования, очень умной женщиной, такой глубокой, она сказала мне, я не думаю, что я открываю какую-то тайну, это был общий разговор, не один на один присутствует. И она сказала, что мы заинтересованы в сохранении русской интеллигенции в Эстонии. И с этим вещь шла языки. Ну, значит, я повторяю, нужно просто сделать некое усилие. Бывший министр культуры Яков Калик сказал мне, мы можем пойти здесь в российский педагог, в эстонской культуре. Ну, Яков Мудрец, Яков все-таки тоже связан, исторически так воспитывался он в этом. Я вам должен сказать, что нынешний министр, господин Индрак, министр культуры, папа которого был в Ракове замечательным актером, которого мы встречались, выпивали, и так далее, это же тоже не вытащить это, понимаете, когда великий Ир прививал русскую культуру дома у себя в театре, он знал, что он делал. Это было не блажь. И одна из лучших ролей Мика, Мики, это Вершинин в «Трех Сестрах», который ставил тогда Адольф Шапилов. И, понимаете, так же, как там мы приезжали в Таллинн, на Триеннале, положили, что это был праздник для всех. Поэтому, еще раз повторяю, как бы, потерявши голову, по голосам не плачут, но совершенно очевидно, что мы должны найти какой-то здравомыслящий подход, бессмысленную, плевать соседу в суп. Это, как правило, потом оборачивается, и, понимаете, что мы должны найти.